Здравствуйте! В эфире специальный выпуск телеканала CBC. С вами Таймур Атаев. И сегодня хотим рассмотреть отдельные вопросы, связанные с БРИКС и в целом ситуации, которые происходят на международной повестке дня. Дело в том, что очень интересная ситуация произошла. И вчера по линии МИД Азербайджана было сообщено о поступлении заявки от официального Баку на вступление в БРИКС. И с нами сегодня Айнур Ногаева, профессор университета Эрзинджан Бинали Ильдырым, обозреватель Ены Шафак, подключилась к нам из Турции. Здравствуйте, Айнур Ханум. Добрый день, рада вас слышать. Взаимно, взаимно и рады, что вы сегодня вот с такой интересной темой у нас. На ваш взгляд, в целом, вот ситуации сегодня очень многие говорят, что есть такое понятие, как регионализация. Кто-то говорит о блоковом формате и так далее. Но в целом мы видим, что очень серьезный как раз акцент идет на экономическую составляющую. И вот в этом плане, ваш взгляд на БРИКС, тем более со стороны Турции, со стороны Казахстана, также были заявления по поводу этой структуры. Я думаю, что в настоящее время, как вы сказали, идет, наверное, формирование нового меропорядка. И мы говорим о том, что сама по себе глобализация, которая была заявлена Западом, она сейчас претерпевает, скажем таки, серьезные изменения. Идет регионализация, усиление регионализации. Мы видим попытку объединения регионов, взаимосвязь этих регионов. Например, мы говорили буквально на прошлой неделе о Центральной Азии, которая тоже хочет выступать одним блоком. И когда был этот саммит в Центральной Азии, был и представитель Азербайджана, глава Азербайджана здесь тоже присутствовал. То есть мы видим, что речь идет о том, что не такая глобализация, которая была раньше, которую видели на Западе, а сейчас идет такой формат. Это новый, мне кажется, формат, когда страны руководствуют своими национальными интересами, но в то же время они понимают, что когда двигаться вместе, это намного эффективнее. И когда между странами есть такие тесные взаимоотношения, дружеские взаимоотношения, тем более они когда связаны между собой историей, языком, культурой и так далее, то это намного эффективнее, нежели двигаться, действовать вернее в одиночку. Соответственно, здесь мы говорили о том, что идет регионализация, но она идет в таком формате, в котором сейчас мы не можем сказать, как точно все это будет развиваться. Но я думаю, что наши страны, имеется в виду страны Центральной Азии, Азербайджан, может быть и Грузия к этому подключится, мы видим. Здесь страны начинают действовать вне каждой по-одиночке, но вместе, руководствуют только своими национальными интересами, но в то же время эти национальные интересы взаимодействуют между собой, соответственно, тогда намного эффективнее. И сейчас мы видим это не только в формате каких-то отдельных регионов, но сейчас речь идет уже последние несколько дней, речь идет о БРИКС, вернее, об этом мы говорили, но почему-то активнее голоса звучат, когда какой-то саммит происходит или какая-то очередная новость, связанная с этой организацией. Но, допустим, что касается БРИКС, мы видим, что она в большей своей части дистанцируется от других организаций, например, НАТО или Евросоюза, то есть здесь больше дело касается экономики, нежели других сфер, поэтому особенно это касается новых молодых экономик. Поэтому этим, мне кажется, вызван интерес к БРИКС, и вот последняя новость о том, что Азербайджан подал заявку. А в чем же вообще интерес к БРИКС вызван, чем он вызван? Вот пару месяцев назад, в июне месяце... Вы имеете в виду интерес вообще в целом государства к этой структуре? Да, потому что БРИКС вообще-то создавалась в аббревиатуре, там всего 5 стран было. Затем мы сейчас видим, что присоединились другие страны, допустим, да, подали заявки. Причем с разных географических широт, вот что интересно. Да, то есть там и страны Востока, традиционные, то есть Индия, Китай, Россия, но в то же время мы говорим уже о Египте, об Иране, об Арабских Эмиратах, об Эфиопии, да, одной из основательниц БРИКС Африки, да, Южной Африки. Соответственно, здесь мы говорим, что там и география такая сама по себе широкая, но что эти страны объединяет? Их объединяет экономика в первую очередь, поэтому здесь, мне кажется, вот это стоит во главе, да, угла. И когда вот была последняя вот встреча в июне месяце, в январе в России, да, тогда вот были министры иностранных дел этих государств, они проводили вначале, была встреча министров иностранных дел, и затем встреча лидеров. И мы говорили о том, что включает сейчас БРИКС уже 10 государств, хотя, конечно, вопрос Саудовской Аравии еще не совсем решен. Вот я попыталась поискать, и формулировка разная, то есть об этом писали, что Саудовская Аравия присоединилась. Пока нет, там даже у них сайт телевидения был, и вот отмечается, что там была информация, потом ее убрали. Да, да, действительно, она была, потом ее убрали, и, соответственно, сказали, что да, но мы не отказываемся, но в то же время еще не там. Поэтому, когда вот произвучала новость о том, что Азербайджан нападал за их, то есть это будет десятый член или одиннадцатый член, тоже вопрос, да, стал. Поэтому здесь в этом плане, как говорится, Саудовская Аравия еще вопрос не решен, поэтому сейчас мы говорим о девяти реальных членах Саудовской Аравии, да. Но, кроме этого, мы знаем, что сейчас около 28, по-моему, государств, они стоят как бы на очереди, да. Допустим, в России, когда вот был саммит, тогда вот говорили о том, что был формат не только БРИКС сам по себе, да, как участники, но в то же время БРИКС плюс, то есть те страны, которые являются кандидатами или хотят взаимодействовать с БРИКС, с этой организацией. И в этом плане мы видим, что это такой вот широкий формат, и там было, допустим, во время этого саммита было очень много мероприятий, которые были связаны, начиная там от спорта, форум женщин, там, предпринимателей и так далее, и так далее. То есть здесь такой большой, такой широкий формат. И еще тогда речь шла о том, что Турция тоже как бы может присоединиться. Там даже в 2018 году вообще первый раз Реджеп Тайпер Дагану сказал. Об этом, да, было заявлено, потом, это как-то этот вопрос немножко отошел на второй план, и снова вот буквально пару месяцев назад уже об этом заговорили. То есть насколько, вот тогда я тоже помню об этом писала, почему, потому что было интересно, и это был, в Турции, по крайней мере, я здесь нахожусь, это был эффект информационной бомбы произвел. То есть, вот представляете, да, страна НАТО, страна, кандидат, да, член в Евросоюз, и тут БРИКС. А БРИКС на Западе, она воспринимается как бы антизападная структура. Хотя, почему, допустим, интерес со стороны Турции, да, или со стороны Казахстана, или со стороны Азербайджана, и со стороны Узбекистана, БРИКС-то, потому что это ни в коем образом не антизападная какая-то, ну и да, там есть Россия, там есть Китай, но в то же время там не идет речь какой-то, речь о какой-то там безопасности, там, или какой-то облоковой составляющей, там речь идет об экономике. Вот здесь как раз такой момент получается, да, вот то, что вы описываете, вы начали, да, НАТО, Евросоюз, да, то есть как раз мы говорим там, кто-то называет блоковым форматом, кто-то называет форматом с точки зрения регионализации, а реально происходит что? Вот то, что вы отметили как раз, вот если НАТО, понятно, что Альянс говорит на сегодня фактически конкретно, что у него есть два, ну они не говорят противник, сейчас не принято говорить, они говорят геоконкурент. Вот эти геоконкуренты у них в лице, там, России, скажем, Китая, там, допустим, Северная Корея, Иран и так далее, то есть, ну, основной упор у них на сегодня идет по Китаю. И в то же время, даже если взять Евросоюз, вот буквально, вот первые, там, заседания Европарламента и предвыборные программы кандидатов, они пока, кандидатов имеются в виду на ответственные должности, там тоже речь шла, там, об оборонном соглашении, о, фактически, там, военной линии, которая должна сопровождать действия Евросоюза, то есть, здесь явно идет вот такой вот блоковый формат. А с другой стороны, в Бриксе как раз действительно ведь этого нет. Кстати, что касается вот Азербайджана в этом плане, и еще на заседании ШОС, последнем в Астане, когда была подписана декларация, принята декларация между Китаем и Азербайджаном о стратегическом партнерстве, и там как раз-таки один из пунктов и гласил, что Китай воспринимает положительно вот это вот решение и мнение официального Баку о возможном вступлении как раз-таки в Брикс. То есть, здесь экономический формат, и вот сейчас хотелось бы, если можно вас послушать на, в таком ракурсе, ведь Казахстан, Азербайджан, Грузия, Турция, здесь имеется в виду как соединительное звено между Китаем и Европой, здесь просматривается мощнейший транспортный коридор, практически транскаспийский, который называют или средний коридор. То есть, практически вот наши страны, они являются основополагающими именно вот в этой логистической цепочке. Ильхам Алиев, президент Азербайджана, неоднократно подчеркивал значимость Баку с точки зрения звена Восток-Запад и Север-Юг, и то же самое президент Казахстана Касым Жомар Тукаев как раз-таки тоже обращал внимание на это. То есть, здесь именно просматривается вот эта экономическая, да, нотка, о которой вы говорите все же. Да, я вот еще хотела добавить, что вот, говоря о том, что вот Ильхам подал заявку, вообще-то отношения вот членов БРИКС к расширению вообще организации, они неоднозначны. Допустим, Китай, он выступает за принятие новых членов, а расширение объединения же со стороны, допустим, Индии и Бразилии, оно намного, скажем, энтузиазно, да, намного меньше. Почему? Потому что они в этом плане выступают, скептически относятся к этому. Почему? Потому что, по их мнению, это ослабит их влияние внутри группы, и прием более мелких, да, по сравнению с их экономикой, да, членов, оно уменьшит, как бы, эксклюзивность и престиж стран БРИКС, по их мнению. И поэтому в этом плане они говорят, что тут не менее важно то, что они вот опасаются, что это превратит страны БРИКС в блок под руководством Китая. А, допустим, Алжир, Аргентина, Египет и Иран, они рассматривают членство в объединении как средство, прежде всего, для получения более легкого доступа к китайским инвестициям и финансовой поддержке. Поэтому в этом плане учредители, сами вот эти пять стран-учредители БРИКС, они стараются быть более избирательными, да, в принятии новых членов. В этом плане то, что вы сказали о Турции, да, что он член, как бы, члена тоже, и, как бы, этот, в этом плане интересно вот было, я тогда следила за событиями, какая была реакция из-за Запада в этом отношении, и, допустим, альтернативы, они, допустим, рассматривают БРИКС для Турции, да, как достойную альтернативу членству в Евросоюзе, когда вот писали об этом, и о том, что, несмотря на то, что Турция, допустим, уже более 20 лет, как бы, кандидат в ЕС, да, но полноправное наступление так это и не привело, поэтому насколько это, вот, может быть, гипотетическое присоединение, допустим, Турции, да, к БРИКС, чтобы это дало. То есть в этом плане это вот вообще интересно было тогда вот, была такая полемика, и тогда, я помню, по-моему, американская фресса писала о том, что вот между, как бы, Турцией и Америкой существуют очень теплые взаимоотношения, они какое-то время, как бы, охлаждены, надо бы их восстановить и так далее. То есть вот эти вот политические шаги, они дают как пищу для размышления, да, то есть кто здесь, ну, как бы, для тех, кто вот пытается отделить, да, допустим, или вести такую политику, которая не соответствует союзническим отношениям, да, в том же блоке НАТО. А то, что касается, допустим, наших стран, допустим, да, страны, Азербайджан, допустим, Казахстан, Турция, мне кажется, они вообще не воспринимают это как какую-то альтернативу, и в этом плане они смотрят больше на экономику. Экономический проект, фактически, да? Да, да, и поэтому, допустим, Казахстан, Турция, Азербайджан, они в целом, если посмотреть, они поддерживают эту китайскую инициативу «Один поезд, один путь», а Китай, как мы понимаем, он нацелен на экономику, в частности, и в частности, вот с началом, да, вот, как бы, российского, вот, украинского конфликта, несмотря на то, что Китай является союзником, как бы, в России пошел, да, и БРИКС, он не поддержал Россию в этом вопросе. И здесь мы можем сделать вывод, что Китай не хочет каких-то военных союзов, а руководствуется экономикой, для него, в первую очередь, важна экономическая составляющая, и мы видим, что поведение Запада по отношению к России и подобное, такое же отношение к Китаю стало для него губительным, и, мне кажется, Китай это очень хорошо понимает. А то, что касается, допустим, ну, допустим, в Узбекистане, да, в этом плане, например, отметили, что БРИКС выглядит как альтернатива незавидной участи периферии Запада. Что-то очень интересное такое выражение было, мне понравилось, и поэтому здесь мы видим, что поэтому страны, как бы, стремятся сюда, и вот среди озвученных инициатив, допустим, в Узбекистане он говорил о поддержке решительных мер по стабилизации мирового продовольственного рынка. Здесь мы говорим о том, что наши страны, они смотрят более глобально, рассматривают более глобально этот вопрос. Допустим, как я отметила, что в Узбекистане, здесь, допустим, говоря о БРИКС, он говорил, что для него тоже это интересно. Почему? Потому что на страны БРИКС приходится почти 50% мирового сельскохозяйственного производства. А мы сейчас видим, что продовольственная безопасность, это, как бы, не... Это хлеб насущный, да? Это не геополитика, а больше, как бы, нынешний. Это как бытие определяет сознание, фактически. Во-во, бытие определяет сознание. Поэтому в этом плане, это, как бы, хлеб насущный. В этом плане, допустим, на государство БРИКС приходится 40% мирового продукта. Пшеница, например. 30% мяса, да, мясо птицы. 30% говядины. То есть это от общего мирового показателя. В этом плане, вот этот потенциал для углубления кооперации между странами, да, в формате БРИКС плюс, например, это, как бы, немало значения имеет. И если продолжить разговор об экономической привлекательности, то здесь, конечно, еще привлекательнее является финансовый институт БРИКС. Это банк БРИКС. И этот банк был создан еще в 2015 году, как глобальная альтернатива АМФ и Всемирному банку. И тогда вот этот банк, который базируется в Китае, он начал с капитала в 100 миллиардов долларов. И с этого времени он уже профинансировал около 100 проектов на общую сумму в 32 миллиарда долларов. И это предполагаемые выгоды для 280 миллионов человек. То есть здесь мы видим, что в этом плане, это такая большая широкая география, да, Египт, как мы сказали, Саудская Аравия, Уругвай там и так далее. И здесь еще речь идет, кроме этого, еще о дедоларизации. И в этом плане, что мы видим, что, несмотря на идею, подчеркиваю, эту идею поддерживает Китай, но это может быть, скажем так, ударом для мелких экономик, для хрупких экономик, например, для ЮАР, да. Поэтому здесь в этом плане можно говорить, пока еще сложно говорить о какой-то валюте, допустим, БРИКС и так далее. Но здесь можно говорить о некотором снижении зависимости от доллара, может быть. Но в любом случае это опять просматривается экономическая составляющая, потому что все, что вы говорите, как раз этот фонд, даже если говорим о финансовой стороне, то же самое. Ведь тут еще один момент, там все решения в БРИКСе, да, и как отмечается, должны приниматься консенсусом. То есть там нет такого возможности единоначалия, там принять какое-то решение или группа стран объединилась. Но здесь еще вот то, что вы говорите, просматривается такой важный момент, если брать, скажем, вот Казахстан и Турция. Элементарно здесь вот есть тема ШОС, например, тема Центральной Азии и Южный Кавказ через призму Азербайджана. И вы остановились, что Ильхам Алиев как раз-таки второй раз получает приглашение уже на консультативную встречу. То есть там речь идет о Центрально-Азиатских государствах. И впервые в прошлом году, и вот сейчас опять Ильхам Алиев как глава не Центрально-Азиатского региона получил приглашение. И его выступление, если проанализировать, там очень-очень интересные и на перспективу бы прозвучали предложения. С другой стороны, тоже такой интересный момент, когда господин Тукаев практически актуализирует, что ШОС может объединяться с Бриксом, допустим. Ну, естественно, там не, скажем, симбиоз с точки зрения объединения конкретного. Пока речь идет объединяться на каких-то отдельных интересах. Но опять-таки речь об экономике идет. И вот здесь интересный еще момент, что, скажем, Азербайджан-Казахстан, есть двусторонние отношения очень серьезные. Там Казахстан-Турция, Турция-Азербайджан. Все страны еще внутри ОТГ то же самое. Если брать шире Центральная Азия, там уже и Таджикистан, чуть-чуть дальше Афганистан. И вы когда проводите уже линию там и на Африку выходит, и Ближний Восток, то получается, действительно, уже это такой не просто континентальный, да, а многоконтинентальный фактически формат. То есть, в любом случае, на сегодня, это уже вот следующий вопрос, хотелось бы у вас слушать. Получается, что Казахстан, и это там не то, что там кто-то выдает желаемое защитить, а Казахстан и Азербайджан, здесь можно, естественно, называть и Грузию, и, само собой, Турцию, становятся теми важнейшими звеньями мировой геополитики, которые реально играют значимую роль на всей мировой площадке. Да, я вот, кстати, сейчас начались учения, военные учения между Казахстаном и Азербайджаном, да, Алт-Кн-Кра, 24. И в этом плане можно сказать, что мы тесно взаимодействуем по многим фронтам, и в рамках ОТГ, и в рамках двусторонних отношений, и в формате Центральной Азии, Азербайджан. То есть здесь мы видим, что заявления и действия лидеров тюркских стран направлены на глобальную повестку. И здесь мы говорим о безопасности во всех смыслах, да, то есть и военной безопасности, и продовольственной, экономической, и экологической. И в первую очередь это касается разряжения нынешней взрывоопасной ситуации в мире, да, вот Турция, Азербайджан, Казахстан, Азербайджан и Венгрия даже можно сказать, что они предпринимают активные попытки привести в чувство сильных мира сего, и неустанно повторять ценность стабильности и безопасности во всех странах мира, а не для отдельных избранных. И наши страны, они призывают к поиску компромиссов для урегулирования вот именно нынешних конфликтов, они ищут приемлемые пути для деэскалации насилия в мире. И, как вы подчеркнули, это вот заявление, допустим, да, президента Тукаева, да, Казахстана, он говорил, например, в Сутире, мы должны искать приемлемую формулу мира стабильности и безопасности, основанной на уставе ООН. И раньше, как глава председательствующей в ШОС страны, напомню, он выступил с инициативой о мировом единстве за справедливый мир и согласие, которая была направлена на достижение прогресса в области глобальной безопасности, стабильности, а также на установление более рационального политически-экономического международного порядка. Что касается, допустим, Венгрии, там челночная дипломатия Орбана в последнее время была очень актуальна, да, из Европы до Китая и обратно, я ее так называю, в поисках формулы мира для соседей. Вот она, кстати, вызвала неоднозначную реакцию самой Европе. Можно, конечно, по-разному относиться к действиям Орбана, мы видели острую критику западных СМИ, но если посмотреть в суть дела, то лидер страны, он руководствовался прежде всего, на мой взгляд, национальными интересами и был озабочен энергетической безопасностью, и искал компромисс. Что касается Азербайджана, он, эта страна, которая как лидер движения и присоединения, она наиболее отчетливо показала свою позицию, мне кажется, как ответственной страны. Страны, которая не приемлет метод 20 века. Что касается колониализма и империализма, которым грешат западные страны, и мы видели это на примере Франции, которые хотят продолжить свою колониальную политику за 3-9 земель от своей страны. И не кажется, что все позабыли, что нужно иногда читать историю, чтобы понять, насколько это стало новым для западных стран. Я, например, на своем занятии иногда задаю такой вопрос, который стал классическим. Какая самая большая франкоязычная страна в мире? И вы удивитесь, но это не Франция. Демократическая республика Конка с населением в полтора раза превышающей свою метрополию. Так что мы в 21 веке, а методы прошлого века, они пытаются до сих пор удерживать страны, но мир меняется, и страны просыпаются. И мы видели обвинения в адресе Азербайджана со стороны Франции, так как Азербайджан организовал конференции в этом плане, да, мы знаем. А в действиях самой Франции, в Нижнем Кавказе, мы почему-то критики не видим, да, и не слышим в западных СМИ. Но я часто об этом пишу, пишу об опасных играх Запада, в частности, Франции, да, в регионе Южного Кавказа, в попытках сорвать мирные соглашения между соседями. Наряду с Францией мы видим и США, и, кстати, азербайджанское СМИ, Калипер, по-моему, писало о том, что 2-3 августа, как только российские миротворцы покинули аэропорт в Армении, да, сразу прибыли... Военно-грузовой, военно-грузовой, транспортный самолет. Да, военно-грузовой, да, самолет с полусотнями, да, обученных бойцов, и мы видим диверсии, да, вот буквально на днях были диверсии на границе, да, с использованием... То есть завозят и пытаются это использовать, да, против Азербайджана. Поэтому в этом плане, как говорится, тут дремать или, как говорится, не приходится, и поэтому надо быть, мне кажется, на чеку. И здесь, ну, я всегда вот говорю, пишу о том, что это опасные игры Армении, да, почему? Потому что это я называю кражей союзников. Ну, как мы видели, вот, на недавней истории, да, например, Грузии или Украины, насколько это было пагубно для самих стран. Поэтому надо смотреть шире, мне кажется, на многие вопросы, которые казались вроде бы тактическими, там, поступило вооружение. Да нет, это не просто так же, там, не знаю, инструкторов отправили и так далее. На самом деле это все шире, это вопрос геополитики, и международное право, к сожалению, в настоящее время уходит на второй план. И сейчас мы живем в мире, когда прав тот, кто сильнее, да, и об этом я вот часто говорил президент Турции. Вот она, Турция, кстати, неоднократно призывала к миру и стабильности, но она уже не верит в силу ООН, по крайней мере, в ее нынешнем состоянии, и призывала к реформам. Если раньше это, как бы, заявления вроде бы казались из ряда вон выходящими, то сейчас сам генеральный секретарь Гутерриш вторит Эрдоган, и поднимает двуличные запады и усиление оружейного лобби, которые жаждут войны. Что касается стран БРИКС, на самом деле БРИКС плюс, это вот, как я сказала, пару месяцев назад в Нижнен-Огоре участвовало около сотни делегаций, и тогда вот призывали, тоже были призывы к реформе ООН. Поэтому в этом плане, мне кажется, БРИКС и, как бы, наши страны, да, они, если будут, допустим, членами БРИКС, это не означает, что они будут там против Запада. Это означает, что они за многополярный мир, да, они за то, что им считались. Это важный момент, очень важный момент, конечно, ведь вы как раз и обратили внимание, да, что призыв вот со стороны господина Токаева, там, к стабильный мир, скажем, мир во всем мире, реально, что должен быть устойчивый мир со стороны Пекина, официально во все время звучит речь о единой человечности, да, о едином пути для всех людей мира, когда человечество заинтересовано именно в поддержании мира, и вот этот устойчивый и равноправный мир должен существовать. В реале, с другой стороны, Ильхам Алиев как раз и подчеркивал, что на КОП-29 будет и ставится вопрос, будет попытка вообще вот сближения, там, глобальный север и глобальный юг, то есть все время вот наше государство, и в то же время вот то, что вы по Турции сказали, идет призыв именно к миру, то есть созидание, на что мы все время обращаем внимание, если там со стороны НАТО или Евросоюза, вот этот вот блоковое мышление, формат мышления, он продолжает иметь место, вот там геоконкуренты и так далее. Здесь, на самом деле, получается мирная повестка дня, но с важнейшим дополнением, о чем вы сказали, как раз о многополярном мире. Ну, это уже последний вопрос, буквально 2-3 минуты, если можно, вот по многополярному миру, путях к нему, что бы вы могли сказать? Ну, сейчас, конечно, мы живем в таком мире, когда вот, как мы говорим, формируется новая архитектура мировой безопасности, и поэтому наши страны, они вот сейчас пытаются, как бы, устоять, да, вот, когда Запад диктует свое, то есть они привыкли к тому, что тот миропорядок, который сформировался после развала СССР, и об этом я тоже писала, то есть это говорили однополярность, или же лидерство США, да, но мы видели, к чему это все привело, это привело к тому, что Афганистан 20 лет там были, и потом вышли, и в каком состоянии оставили это Афганистан, и при том, что золотовалютные резервы страны, как говорится, прикарманили, да, или, допустим, Ирак, да, и внесли, как говорится, демократию, то есть под этим же лозунгом туда входили, и что после этого? То есть сейчас мы видим, что страны, ну, все это, как говорится, умеют, вернее, у всех есть суши и глаза, и поэтому мы видим, что тот мировой порядок, который вот он пытался, да, сформироваться под эгидой Запада, он в настоящее время, как бы, трещит по швам, те страны, которые были, как вы сказали, да, геоконкурентами, и сейчас набирают силу, да, в частности речь идет о Китае, допустим, об Индии тоже самое, и поэтому они уже не хотят быть, как бы, та же Индия, например, да, она считалась союзницей США все время, но сейчас мы видим, что она тоже пытается, сейчас буквально тоже опять визит, по-моему, планируется на Украину моде, то есть они не хотят быть чьими-то, да, как бы, ведомыми, да, странами, они хотят быть субъектами этой мировой политики, соответственно, они предпринимают для этого шаги, поэтому и наряду с Китаем, с Индией, да, Россией, мы видим, что наши страны, да, страны Кюркского мира, они тоже не остаются в стороне, но в отличие от, допустим, той же России, да, допустим, или от Запада, у нас есть третий путь, да, этот путь, который, как вы так лаконично сказали, за мир во всем мире, да, то есть это, мне кажется, мир во благо, а не вопреки... Не против, самое главное, да, не против кого-то, не против кого-то, а во имя, потому что, действительно, и Азербайджан, вот, очень приятно, что вы на это обратили внимание по движению неприсоединения, фактически ставя вопрос о вакцинном национализме, это практически был удар по тем государствам, которые все себе, а остальным нельзя, и причем это не только с вакцинами, а в целом глобально. 80 странам Азербайджан оказал помощь, и с другой стороны, вот сейчас мы видим, что Азербайджан ставит вопрос и о помощи островным государствам, с другой стороны, вот это лидерство в антиколониальной борьбе, когда бакинская инициативная группа ставит эти вопросы, и сам Азербайджан показывает пример, что историческую справедливость можно восстанавливать, добиваться ее реализации на основе международного права, и вы, кстати, это сказали, что именно вот эти государства, которые вроде бы создавали это право, в действительности его нарушают, и даже привели вот пример, скажем, по тому же Ираку. Ну, спасибо, Айнур Ханум, за участие в нашей передаче. Очень-очень всегда с вами интересно, и сегодня такая глубокая тема была, и вы очень подробно, очень качественно ее осветили. Напоминаем, что с нами сегодня была Айнур Ногаева, профессор университета Эрзинджан, Бенали Илдерэм, и она очень подробно освещает многие вопросы, включая ситуацию на Южном Кавказе, «Вейный Шафак». Так что читайте там на различных языках как раз ее статьи, и можно с ними ознакомиться. Еще раз спасибо вам, Айнур Ханум. Оставайтесь на ACBC, следите за нашими программами, будете в курсе всех значимых вопросов современности. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова